Братья и сестры, друзья дорогие, очень радостно быть в таком большом общении. Я думаю, мы должны ценить те возможности, которые у нас есть, вот так быть вместе. Тема моей проповеди, жаждущий, это человек, вера которого возрастает. Я хотел бы обратить внимание на три важные мысли. Первое, это то, что наша вера, она должна возрастать. Это нормально, это правильно. Второй вопрос, который мы затронем, как определить, растет моя вера или нет, по каким параметрам, по каким критериям. И третий вопрос, что нужно, чтобы моя вера росла, от чего зависит, будет она расти или нет. Как эта тема соотносится с общей темой, жаждущие, о жаждущих. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Думаю, друзья, мы согласимся, что человек, который испытывает жажду, это человек, который находится в движении. Это человек, который в чем-то испытывает потребность, у него есть цель, и он к ней стремится. Кто-то стремится покорить вершину, кто-то в пустыне стремится найти источник воды, это человек, жаждущий, и он находится в поиске, в движении. Человек, живущий на земле, он к чему-то стремится. У него есть какая-то цель, и человек, который живет без цели, которому ничто не нужно, со временем, простите за выражение, превращается в инфузорию туфельку. Друзья, ему ничего не надо, от него нет никакой пользы, он просто живет не зная для чего, без цели, без смысла. Жаждущий знает, что ему нужно. И я хотел бы обратить наше внимание на то, что частью нашей духовной жизни должно быть стремление к тому, чтобы наша вера возрастала. Когда мы приходим к Богу, когда мы каемся, мы становимся на христианский путь. И бывает так, что человек, который покаялся, он думает, ну все, наконец-то, и этим ставит точку на своем духовном пути. То, что мы покаялись, это только начало пути, по которому мы должны идти. Друзья, пути, на котором наша вера должна расти, на котором наши отношения с Богом должны становиться прочнее и ближе, пути, на котором мы должны учиться любить, прощать, учиться делать добро, учиться приносить добрые плоды и славить нашего Бога. Друзья, я как-то услышал один пример. Мы все знаем, есть такой плод яблока, и мы знаем, что этот плод, который мы часто видим на витринах, красивый, вкусный, аппетитный. Когда мы видим, нам хочется купить, вкусить, этот плод не появляется сразу вот таким аппетитным, сладким и сочным. На яблонях он изначально маленький, зеленый, твердый и кислый. Друзья, но проходит время, определенное время, и он созревает, и он превращается в сочный плод, который хочется попробовать. Вот наша христианская жизнь, возможно, не совсем корректное сравнение, но когда мы становимся христианами, это начало роста, этот рост должен совершаться. Мы должны со временем в процессе следования за Иисусом Христом преображаться в Его образ, становиться вкусными, такими сочными, как те праведники, о которых сказано в псалмах. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Это результат жизни человека, вера которого возрастала. И мы видим в Библии не раз призывы к тому, чтобы вера наша росла. Петр пишет, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко для чего? Чтобы от него возрасти во спасении. То есть в спасении нужно возрастать, апостол Павел говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Кстати, бывает так, что роста, к сожалению, нет. Ну, к сожалению, такое бывает. Апостол Павел пишет в послании Коринфской Церкви такое место, такой текст. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плодскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плодские. Ибо если между вами зависть, споры, разногласия, то не плодские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете?» Апостол Павел смотрит на Коринфян. Это та церковь, которую он организовал. Это та церковь, в которой он много лет трудился и проповедовал Божье Слово. И когда он покинул эту церковь, в течение какого-то времени к нему начали поступать слухи, в соответствии с которыми он сделал вывод, что рост духовный вот этих христиан той церкви, он остановился. Павел говорит, что вот я до сих пор с вами не могу говорить, вы теперь не в силах. Вот, кстати, в другом месте послание к евреям, подобный стих, подобная ситуация. Павел пишет, судя по времени, вам надлежит быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Вот, казалось бы, время прошло, и мы понимаем, естественно, для живого человека, который родился, спустя какое-то время возрасти. Младенец, когда рождается, мамы знают, что с ним делают периодически. Его взвешивают. Почему? Потому что прибавка в весе характеризует, ну, показывает, что со здоровьем младенца все в порядке. Есть случаи, когда ребенок в весе не прибавляет. Это болезнь. И, конечно, каждая мама, каждый отец понимает, что это ненормально. И как хорошо, когда христианин со временем, в кавычках, образно говоря, прибавляет весе. Когда наша вера, она растет. И это правильно. И когда этого процесса нет, апостол Павел в другом месте пишет, если живете по плоти, то умрете. Мы знаем, что если болезнь не лечить, если ее не победить, над ней не одержать победу, то закончится плохо. Итак, братья и сестры, у меня возникает следующий вопрос. Ну, мы говорим о том, что нужно возрастать и правильно для христианина расти в вере, чтобы его вера возрастала. Но как определить, есть этот рост или нет? Вот по каким параметрам? Ну, мы говорили, что ребенка взвешивают. Вот положили на веса. И вот прибавочка есть, там столько-то грамм за такое-то время, это хорошо. А вот как определить нам, я возрастаю или нет? Не надо определять других. Иногда мы впадаем в ошибку, мы смотрим по сторонам и делаем оценку. Вот этот брат, он вырос в вере. Вот этот больше, этот меньше, этот стал духовнее. Это, друзья, Слово Божие призывает нас наблюдать за собою. Это наш вопрос, наших отношений с Богом, нашего спасения, которое мы должны совершать, заботясь о том, чтобы наша вера возрастала. И вопрос, как определить, есть этот рост или нет? Где найти эти весы? Или, может быть, где взять ту рулетку, которая, ну, покажет больше или меньше, или на том же самом уровне? Вопрос, может быть, покажется сложным, но давайте мы на него ответим, посмотрев в суть веры, что такое вера. Сегодня, ну, для некоторых христиан понимание веры, это, ну, как, вот какая-то абстрактная идея. Это просто признание факта, что есть Бог. Что когда-то Христос жил, Он умер и воскрес, и некоторые на этом останавливаются, думая, раз я верю, что есть Бог, раз Христос умер и воскрес, то этого достаточно для того, чтобы войти в небо. Но Слово Божие говорит о том, что вера – это не просто признание факта существования Бога. Прежде всего, вера, она проявляется в делах, в жизни. И в некоторых местах, вот, читая Библию, можно прийти к выводу, что вера и дела – это синонимы. И Иаков пишет, если у тебя есть вера, покажи ее. Если есть вера, она должна проявляться в делах, и жизнь христианина, его способность поступать правильно, по воле Божией, это как раз и есть тот показатель, есть рост веры или нет. Практическая христианская жизнь. Не знание, не теория, а именно практика – моя способность быть похожим на Иисуса Христа. Кстати, что такое вера? Еще раз, Бог говорит Слово, и я откликаюсь на это Слово и стремлюсь его исполнить. Христос говорит, не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие мое, но кто? Исполняющий волю Отца моего Небесного. Вот тот, кто поверил, что Божье Слово верно, что так нужно поступать, и поступает, вот этот человек сможет войти в небо. Почему? Потому что он будет возрастать. У него есть практические дела, которые свидетельствуют о том, что его вера возрастает. Иногда сталкиваешься с такой мыслью, что для некоторых порой христианская жизнь сводится к своду правил чего-то не делать. Ну, вы, я думаю, сталкивались. Вот туда не смотри, этого не говори, там не находись, этого не делай. Давайте я прочитаю один текст, который записан в книге Откровения, 22 глава, 11 стих. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится. Праведный, да творит правду еще, святой, да освящается еще. Оказывается, христианство, оно не только в том, чтобы чего-то не делать. Божье Слово нас призывает к чему? Да творит правду еще, да освящается еще. Слово Божье говорит, что путь веры – это путь активной христианской жизни. Когда я приношу Богу добрые плоды, когда моя жизнь радует Бога. Я как-то прочитал одну интересную цитату, я вам ее прочитаю. Вера без дел – это когда человек знает, куда надо идти, но не идет. Видит, что нужно делать, но не делает, хотя может много об этом говорить и думать. Это как мечта, не ставшая целью, как цель, не имеющая плана, как план, по которому человек не действует. Человек, который не реализует свои мечты, становится пассивным и циничным. Друзья, нас Бог не к этому призвал. Нас Бог призвал, чтобы у нас была вера и чтобы наша жизнь соответствовала этой вере. И когда мы об этом говорим, мы можем понимать, что возрастающая вера – это жизнь, процесс которой мы становимся все больше и больше похожи на Иисуса Христа. Кстати, если быть ближе к текстам Библии, то можно вспомнить 2 Петра, 1 главу, где апостол Петр, он, если мы помним, призывает, то вы, прилагая к этому все старание, покажите в чем, помните там дальше, вере вашей, и там идет лестница, мы называем лестница веры. Покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, дальше воздержание терпения, в терпении благочестие, благочестие, братолюбие, а в братолюбии любовь. Вот она вершина веры, вот он главный плод, который от нас Бог ожидает и который свидетельствует о нашем росте. Способность любить, способность прощать, способность вмещать, друзья, братолюбие, любовь. И в этом, прилагая все старание, вот покажите в вере вашей. Итак, друзья, следующий вопрос. Вопрос очень важный. Что нужно, чтобы моя вера, она возрастала? Почему этот важный вопрос? Потому что, ну, важность духовного роста, мы с этим определились, а теперь, вот что дальше? Что мне нужно делать, чтобы возрастать духовно? Или, может быть, где-то мне нужно, пересмотрев свою жизнь, исключить из жизни то, что мне мешает расти духовно, моей вере возрастать? Бывает и такое. Я думаю, мы, зная себя, зная наши дела, зная, чем наша жизнь наполнена, понимаем, что есть что-то, что нам мешает быть ближе к Богу, и есть то, что нам в этом помогает. Я хотел бы вспомнить с вами пример одного человека, праведника из Ветхого Завета, о котором сказано, что он отец всех верующих. Может быть, вы мне напомните, как его звали? Это Авраам. Авраам, действительно, Авраам для нас, он является большим примером. Почему? Потому что его жизнь, это жизнь верующего человека, верного человека. И, смотря на его жизнь, мы можем увидеть, что помогло ему стать тем Авраамом, которого мы знаем сегодня. Ведь Авраам в последние дни своей жизни, это не тот Авраам, который вышел из Ура Халдейского. Его жизнь – это процесс возрастания веры. И мы видим, что, с одной стороны, Авраам сам к этому стремился. Сам стремился жить жизнью богоугодной. И, с другой стороны, что меня тоже очень сильно утешает, Бог заботился о том, чтобы вера Авраама возрастала. Кстати, братья и сестры, молодежь, я скажу эту мысль, пусть она вам будет в утешении. Может быть, звучит как-то рисковато, но запомните, Бог хочет нашего спасения больше, чем мы сами. И Бог хочет, чтобы мы возрастали в вере больше, чем мы это понимаем и осознаем необходимость в этом. Бог заботится о нас, Он работает над нами, чтобы мы ближе к Нему становились. Об этом Иисус Христос говорит, когда говорит притчу о виноградной лозе, что Отец, Он как виноградарь, заботится о том, чтобы ветви больше приносили плода. И вот в истории Авраама мы видим, как этот праведник в вере возрастал и как Бог заботился о том, чтобы его вера, она становилась тверже. Давайте мы посмотрим на его историю, с чего все начиналось. Я прочитаю текст, который записан в 12 главе книги Бытие. Это история Авраама, Авраама и его начало, ее начало. Мы всех моментов не отметим, коротко, несколько на них мы обратим внимание. 12 глава с 1 стиха. «И сказал Господь Аврааму, по идее, земли твои от родства твоего, из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе». Кстати, в другом месте Стефан, когда произносил свою речь, вот перед Синедрионом, он говорил, «Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харан, и сказал ему, выйди с земли твоей». Первое, друзья, на что нужно обратить внимание, для того, чтобы наша вера возрастала, нам необходимо иметь правильное взаимоотношение с Богом. Нам необходимо Слово Господне, которое приведет нашу жизнь в движение. С чего началось движение Авраама? Вот Авраам живет в Уре Халдейском, и все хорошо, у него есть стада, они пасутся там, на пастбищах, и он получает доход. Он знатный гражданин своего города. Зачем ему нужно было оставлять родную землю, что подвигло его на новое движение, в новые края? Слово Господне. Бог явился Аврааму и сказал свое Слово, и вера, принимая это Слово, осуществляет его в жизни. Жизнь Авраама пришла в движение, потому что он получил от Господа Слово. С чего начинается покаяние? Духовная жизнь. Человек слышит Слово, и это Слово касается сердца, будоражит душу, переворачивает все внутри и побуждает человека следовать за Иисусом Христом. Петр пишет, возрожденное не от тленного семени, а от нетленного, от Слова Божьего. И когда Божье Слово проникает в жизнь человека, жизнь человека преображается. Почему? Потому что Божье откровение, оно преображает душу, оно побуждает к действию. Вот в книге пророка Исаии так сказано, Бог говорит о своем Слове. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способной рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и Слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Чем богаче наша жизнь Божьими откровениями, тем она богаче, в принципе, она богаче духовно. И нам необходимы эти откровения. Друзья, наша духовная жизнь, возрастание веры напрямую зависит от того, как я отношусь к Божьему Слову. Если мы посмотрим на жизнь многих праведников, мы увидим, что их начало как раз и совершалось с Божьего призова. Ну, например, также один из величайших пророков Ветхого Завета. О нем дети часто поют. Друзья, может быть, помним его имя Самуил. Самуил был посвящен. Почему это посвящение состоялось? Вернее, с чего началось посвящение лично Самуила, как пророка? С того момента, когда Бог проговорил к нему, и он сказал, говори, Господи, ибо слышит раб твой. Слово Божье пришло в жизнь этого человека и изменило ее направление. То есть, Самуил пошел за этим словом и стал великим пророком и судьей. Кстати, друзья, когда мы читаем о жизни Самуила, мы видим, что его служение состояло в том, чтобы слово, полученное от Бога, передавать народу. И вот мы читаем за жизнь Израиля, который в это время был в духовном упадке. Вот состояние израильского народа на тот момент, когда Самуил начал совершать служение судьи, находилось на очень низком духовном уровне. И спустя какое-то время, небыстро, написано, прошло лет двадцать, и обратился весь дом Израиля к Господу. Почему? Потому что Самуил проповедовал это слово, которое от Бога получил народу, написанное, обходя весь Израиль. И весь Израиль отдан на до Версавии, знал, что Самуил Божий пророк, и слышал это слово. Я когда эту историю прочитал, я для себя, как для проповедника, понял, если я хочу, чтобы в церкви было пробуждение, чтобы церковь была наполнена духовной жизнью, и члены церкви росли духовно, кафедра, с кафедры должно звучать Божье слово. Да, может быть, не сразу, может быть, пройдет много лет, но на примере истории Самуила мы видим, что та реформация, которую он проводил не силой меча, но силой проповеди, она на многие-многие десятилетия помогла народу израильскому удержаться на должном уровне, в общении с Богом пребывая, и служа Богу. Почему? Божье слово звучало и у Самуила, и в среде народа израильского. Друзья, это очень важно, и думаю, что нам сегодня, тем, которые желают, чтобы наша вера возрастала, те, которые понимают в этом необходимости, важности, не хотят оставаться на месте, но идти и приближаться к Богу, очень важно обратить внимание на Библию, на свое отношение к этой книге, какое место оно занимает в нашей жизни, как часто я к ней прибегаю. Может быть, только тогда, когда мне тяжело, я нуждаюсь в утешении, я вспоминаю, что, ах да, у меня же Библия есть, и мне говорили, что ее нужно читать, и я тогда открываю. Друзья, или может быть, эта книга является главной для меня, руководителем моей жизни. И здесь очень важно посмотреть в сердце свое, посмотреть на жизнь свою, какое отношение у меня к Библии. Однажды один пастырь посетил семью, и вот он пообщался с мужем, с женой, и ушел. И жена мужу говорит, слушай, у нас была ложка серебряная, вот лежала и как бы пропала. Ушел пастырь, и ушла ложка, представляешь, вот, ну как, как вот, невольно мысли напрашиваются. Через несколько месяцев пастырь приходит, и жена не выдержала, говорит, слушайте, вот вы у нас были, и была ложка, да, была. А потом вы ушли, ложка пропала. Ну да, я ее в Библию вашу положил, ну под Библию, там на полке, где у вас Библия хранится. Друзья, ведь действительно бывает так, что она просто хранится. Один брат подобный пример из благовестия рассказывает, бабушкой встречается, и бабушка говорит, я верующая, очень крепко верующая, у меня даже Библия есть. И вот она вышла, пошла за Библией, принесла довольная. Он говорит, а что вы такие радостные, вы знаете, вот полгода очки искала, они под Библией, как раз, лежали. Вот, ну сразу мы понимаем, что эта книга в течение полгода, она не открывалась. И жизнь человека, она не наполнялась Божьим Словом тем, которое способно ее привести в движение. Интересен, цитата одна прочитаю, друзья. Послушайте. Вера имеет две стороны. Бог дает нам откровение, а мы должны действовать. Если нет сил, энергии для действий, значит откровение слабое. Лень – это когда цель не зажигает. Большинство верующих не получают откровение от Бога и осуществляют чужого рода, чужую жизнь. То есть жизнь проповедника. Ведь бывает так действительно, когда наше духовное питание только и заключается в том, чтобы прийти и послушать проповедь. И потому бывает жизнь бедной, потому что мы сами лишаем себя Божьих откровений, не обращаясь к книге. Автор этой статьи пишет, что жизнь без вдохновения, и он обращает внимание на то, что вдохновение – это слово «жизнь без энтузиазма». Энтузиазм – это слово, которое переводится «вдохновение от Бога». То есть жизнь без энтузиазма – это жизнь без вдохновения. Ведь бывает так, что живешь и просто автоматически живешь, ходишь на собрания, автоматически что-то делаешь без вдохновения. Почему? Потому что где-то общение с Богом нарушено, где-то им пренебрегаешь. Кстати, когда мы смотрим на жизнь Авраама, друзья, я хочу вот сейчас для нас, для молодежи, извлечь еще один урок. Я два текста прочитал. Первый текст из книги «Бытие», 12 глава, второй текст из «Деяния апостолов». Вы не видите противоречия в том, что я прочитал? Друзья, вот в «Деянии апостолов» сказано, что Бог славы явился Аврааму в Месопотамии. Когда мы читаем книгу «Бытие», вот в частности 11 главу, о выходе Авраама из Ура Халдейского, сказано по-другому. Сказано «взял фара Авраама, сына своего, Илота, ну и пошел». И остановились в Харане. То есть, внешне мы, наблюдая эту картину, видели бы следующее. Вот семейство фары. Кстати, на тот момент устои семейной жизни были не такие, как сейчас. Сейчас вырос один из моих сыновей, говорит, 18 лет, папа, и все. В общем, и до свидания, уеду. Вот тогда было по-другому. Тогда патриархальные устои в семье были настолько сильные, что дети оставались в семье отца со своими семьями, жили вот так вместе. И даже в некоторых странах, один брат рассказывал, видел там на Кавказе, стоит седолаз и дедушка лет под 100. И рядом с ним еще один дедушка лет 70, наверное. И он его ругает, ругает. Это сын его. И тот стоит и слушает. Ну сейчас попробуй что-то скажи. Скажешь слово, 10 в адрес услышишь. Тогда было по-другому. И вот представьте, почему я говорю об этом внешне. Вот семейство Фары, отец, патриарх, Авраам живет с ним. Авраам в послушании у отца. Но происходит следующее. Авраам получает откровение. Бог его призывает. Так просто покинуть отцовский дом очень сложно при тех обстоятельствах, при том воспитании. Но слово, которое получил Авраам, и то, что он имел с Богом общение, оно повлияло на жизнь всего семейства. Слово, полученное Авраамом, привело в движение не только его семью, но всем семейство Фары, когда он оставил Ур Халдейский и отправился в Харан. Я почему эту мысль отметил и сказал, что она очень актуальна для молодежи. Кстати, Авраам не был старшим сыном в семье. Но если я в общении с Богом, и я получаю от Бога его слово, имею, я буду иметь доброе, производить доброе влияние в той семье, в которой я живу. Да, Фара не до конца дошел, остановился в Харане, но тем не менее, доброе направление было дано всему семейству и возможность пойти дальше, благодаря тому, что Авраам имел с Богом общение и получал от Бога слово. Друзья, следующий момент, который хочу отметить, их еще два, в жизни Авраама, что способствовало вере или что помогало не ослабеть вере, это Божья забота. То есть Бог дал слово, Авраам принял и пошел. Кстати, куда пошел Авраам? В землю ханаанскую, об этом сказано. Но давайте мы подробнее обратим внимание, что его там ожидало. У меня будет вопрос, а вы послушайте. Взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которое они приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, пришли в землю ханаанскую, и прошел Авраам по земле этой до места Сихема, до Дубравы-море. В этой земле тогда жили ханании. Вот Авраам получает откровение, что земля, которую Бог пообещал, она будет ему принадлежать. И вот представьте, Авраам приходит в ханаан, и что он видит? Он видит, что эта земля заселена. Ну представьте, если я вам скажу, вот брат или сестра, вот едешь в такой город, брось все здесь, абсолютно брось, все, рассчитайся с работы, продай дом, и давай вот туда, в этот город, и там тебя ждет хорошая квартира. Вот те ключи. И вы мне поверили, вы приехали в этот город, вы открываете эту квартиру, а там живут люди. И вот вы заходите, ну люди оказались очень гостеприимны, говорят, ну приехал негде жить, без определенного места жительства, жалко таких людей. Вот в коридорчике здесь поживи. И вам надо жить. И у вас какие мысли? Представьте себе Авраам, который ожидает, что эта земля достанется ему, его потомкам, он приходит и видит действительность, которая не совпадает с тем обещанием, которое дал Бог. Согласитесь, что это достаточно серьезное испытание. И в нашей жизни мы подобные испытания встречаем, когда действительность кажется, ну противоречит тому, что мы видим в Писании, тому, что нам обещано. Вот не так, как мы думаем, представляем ли вообще, ну вот все по-другому. Казалось бы, разочарование. Но обратите внимание, что в этот момент делает Господь. Вот Господь, Он всегда рядом с нами. Он нас не бросает и не оставляет. Он видит состояние нашего сердца и знает, что нам нужно в этот момент. И написано 7 стих, когда Авраам увидел Хананеев, явился Господь Аврааму и сказал, потомству твоему дам я землю эту. Вот в этот момент, когда появляется опасность поколебаться, Бог является Аврааму. Авраам не звал Бога, Бог сам к нему приходит и говорит Авраам, вот эта земля, где живут Хананеи, и возможно, ты сейчас усомнился в моем обещании, она будет принадлежать потомству твоему. Бог утверждает Авраама. Кстати, братья и сестры, молодежь, вот когда нам особенно тяжело, что нам нужно? Опять-таки, нам нужно Слово Господне. Вот в этот момент, когда особенно тяжело было, Бог не совершил великого знамения. Он просто явился Аврааму и повторил то слово, которое сказал ранее, утвердив его для Авраама. И как нам это необходимо? Ну, давайте мы еще один момент отметим. Что влияет на нашу веру? Это содержание нашей жизни. Я так этот пункт озаглавил для себя. Я думаю, что мы понимаем, наша жизнь, мы ее чем-то наполняем. У нас есть какие-то интересы, у нас есть работа, у нас есть ценности, увлечения. И вот то, чем мы, никто-то, мы сами наполняем нашу жизнь, либо поможет нам стать ближе к Богу, либо помешает нам расти в вере. И я думаю, что человек, переживающий о состоянии своей веры, он будет переживать о том, чтобы жизнь его имела правильное наполнение. Я прочитаю еще два стиха и три стиха, и задам вопрос. Явился Авраам Господь Аврааму и сказал, потомству твоему отдам я землю эту. И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся он к горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, чтобы от него Вифиль был на запад, Гай на восток. И создал там жертвенник Господу, и призвал имя Господа. У меня вопрос. Авраам живет в Ханане. Чем он занимается? Вот его род деятельности. Но мы можем перечислить. Но вот если сейчас список анкета по Аврааму, мы можем вот несколько пунктов составить. Род деятельности Авраама. Ну, допустим, его уже внуки, что говорили фараону о роде своей деятельности. Мы пастухи, овец. Мы и отцы наши. Действительно, мы могли бы сказать про Авраама, что он пас овец, что он разводил овец. Это был род его деятельности. Так? У него были большие стада. Но интересно то, что когда повествователь описывает жизнь Авраама, то он обращает внимание не на стада, хотя и об этом впоследствии упоминается. Там, кстати, ссора из-за этих стад с пастухами Лота и конфликт. Но деописатель обращает внимание не на стада, а на что? Чем занимался Авраам? Он строил жертвенники. Вот что было в центре его жизни. Да, стада, это стада, они были. Но когда Авраам приходит в Ханан, он ставит жертвенник. Проходит время, он ставит еще один жертвенник. Уходит в Египет, возвращается и опять ставит жертвенник. Я не знаю, сколько жертвенников поставили его внуки. То есть те, которые жили, это сыновья Иакова. Но они сказали, мы пастухи. Но когда мы читаем про Авраама, мы видим, что для него главным фундаментом жизни и наполнением было служение Богу. Я думаю, это важный пункт, почему его вера возрастала. Кстати, один из моментов, второй жертвенник, второй жертвенник отличался от первого, жертвенник Вифилия. Если первый жертвенник Авраам поставил как результат того, что Бог к нему пришел, вот Бог явился, Авраам ставит жертвенник, то второй жертвенник, Авраам его ставит, написано, призывает Бога. То есть Авраам вновь стремится в то общение, и для этого нужен жертвенник. Вот оно направление его жизни. Я как-то задумался, что для некоторых христиан вопрос спасения понимается немного, ну не совсем в полноте. Ну что я имею в виду? Вот некоторые люди желают спастись, чтобы не попасть в ад. Вот мы видели, сегодня слышали проповедь о небе. Как хорошо в небе, да, и там перечисления. Один христианин решил атеисту рассказать про небо, и он это все перечислил, атеист посмотрел, послушал и говорит, мне там будет скучно, я туда не хочу. Вот вы знаете, некоторые люди вот как бы понимают, что в аду будет плохо, но в небе будет скучно. Но быть в скучном небе, это все-таки лучше, чем быть в горячем аде. И вот для них спасение, это как бы выбор из двух зол, где они выбирают меньше, и вот они томятся в жизни, ну они все-таки боятся ада, и в небе, если бы было другое небо им по нраву, они бы обязательно его выбрали. Друзья, спасение не в этом. Спасение в том, спасение не в том, чтобы мы бежали от ада, спасение в том, чтобы мы стремились к Богу. То есть Бог нас спасает, давая возможность к Нему приблизиться. И почему, когда здесь звучит призыв, друзья, мы говорим, придите к Иисусу Христу. Вот в общении с Ним, и вы будете это общение иметь, вы будете иметь служение Богу, вы будете ставить жертвенники, и ваша вера будет возрастать. Друзья, пусть Господь всех нас в этом благословит. Аминь.